Завод «Автоприбор». За партами ученики лицея интерната номер один. Всего 20 юношей. Ребята на «ты» с математикой на «отлично» чертят и знают законы физики. А такие специалисты на предприятии очень нужны. Сотрудники знали, чем удивить гостей. Показали фильм о заводе, его продукции и планах развития. Ответили на вопросы о вакансиях. Их на заводе больше 50. Мы уже второй год подряд принимаем участие в этом социальном проекте «Торгово-промышленная палата». Это начинание очень хорошее, очень интересное для нас, как для предприятия, которое всегда нуждается в кадрах. Поэтому для нас это очень важно – приобщить, показать детям, познакомиться с современным предприятием. После лекции на экскурсию в промцеха. Школьникам показывают современные линии производства. Завод выпускает больше 500 видов комплектующих и запчастей для автопрома. На этой линии делается покрытие порошковой окраской для изоляции пазов. Особое внимание производству энергоэффективного и электротехнического оборудования. На автоприборе такой продукции свыше трех сотен видов. И делают ее полторы тысячи заводчан. Андрей Пашнов из Собинского района. Там окончил 9 классов. В областную столицу переехал учиться дальше. Парень хочет стать инженером и работать во Владимире. После экскурсии всерьез задумался о карьере на заводе. Я учусь в технологическом классе. И для меня это важно, потому что я, когда закончу школу, могу уже рассматривать варианты работы, устроиться на работу сюда. Мне очень понравились масштабы этого предприятия. Здесь очень много разных машин, механизмов. Производят очень много разных предметов. Много разной продукции изготавливают и на мебельной фабрике. Седьмая карета. От простого стула до сложного дивана. На рынке компания более 20 лет. Директор предприятия Игорь Рахчеев. Он сам провел юных гостей по предприятию старшеклассников из школы номер 2. Маше на фабрике понравилось, особенно в отделе оформления мебели. Школьница уверена, такие экскурсии очень полезны. Во-первых, это интересно, это развивает нас новые знания, как вообще это производится. Мы знаем теперь, на каких диванах мы сидим, как они вообще изготавливаются. То есть, очень интересно. От подготовки фанеры до упаковки готовых изделий школьники увидели полный производственный цикл изготовления мебели, узнали о профессиях, по которым трудоустроены сотрудники, а еще об уникальной возможности попрактиковаться на фабрике. Вообще, кадры, конечно, решают все. И очень хорошо, что у нас на предприятии тоже кадры, в принципе, молодые. И думаю, что кто-то, может быть, и попадет. Потому что в свое время и я когда-то был на подобных экскурсиях. И думал, вот у меня дядя был в свое время столяром, и я пошел по этому пути, по столярному в молодости. Хоть потом и занимался музыкой, еще много чем. Но вот оно все равно вернулось к мебели. Предприятие ребята посещают в рамках социального проекта. Его придумала и реализовала торгово-промышленная палата Владимирской области. Название тоже дали толковое. Выбирай с умом от идеи до успешного бизнеса. Задумку охотно поддержали в мэрии. Грант там 80 тысяч рублей. В проекте принимают участие городские предприятия, члены торгово-промышленной палаты региона. Мы уже совершили выезды на предприятие у формы бокс, которая располагается на площадке автоприбора. Буквально позавчера были на одном из ведущих предприятий химической отрасли компаний «Технофильтр». То есть достаточно разнообразные производства, где школьники действительно могут посмотреть. И как бы в дальнейшем надеемся, чтобы их профориентация будет совпадать с нашими надеждами. Социальному проекту торгово-промышленной палаты региона уже два года. За это время о предприятии распахнули двери для 200 старшеклассников областной столицы. Наталья Забнина, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».